Девушки отдыхают Добрый вечер, уважаемые господа, уважаемые любители бильярда. Канал X-Sport при поддержке премьер-лиги Буффало, Лиги любителей бильярда, начинает трансляцию третьего уже сегодня матча квалификационного турнира премьер-лиги Буффало, турнир X-Sport Cup 2014. Дисциплина пирамида Буффало у стола Андрей Клистов и Максим Каленко. Это заключительный круг квалификаций. Победитель выходит в одну восьмую финала и будет встречаться с одним из сеянных игроков. Максим Каленко, киевлянин, разбил только что пирамиду. Тактический, он же пассивный разбой. И начинают соревноваться в отыгрышах. Сейчас у стола был Андрей Клистов. Один из таких знаковых персонажей украинского бильярда 2014 года. Дело в том, что за один год, фактически за полгода, начиная с июня, Андрей сначала выиграл два чемпионата Украины подряд. О, среди юношей. Сейчас Максим Каленко с ваяком открывает счет. Констатируем, что была ошибочка у Андрея в предыдущем ударе. Выкатил он два шара на дальнюю половину стола и дал возможность Максиму провести атаку. Но ничего страшного, всего лишь одиночный удар. Затем, продолжу я Клистове, после двух побед на чемпионатах Украины юношеских, Андрей взял третье место на чемпионате мира среди юношей в Кыргызстане по комбинированной пирамиде. А затем выиграл чемпионат мира уже по свободной пирамиде среди юношей и стал первым украинцем, который выиграл этот турнир. Мы видим, ошибся Максим Паутыгрушо и Андрей сравнивает счет 1-1. Делал подбой, но не совсем удачной игры. Простой, скажем так, простой игры нет, но есть сложный свояк. Ну а после своего триумфа впервые на юношеском чемпионате Украины Андрей продолжил сверхуспешный год. Год, в котором он впервые заявил о себе как восходящей звезде украинского бильярда. Выиграл чемпионат Украины среди взрослых, победив в финале Павла Родионова. Но при всем при этом надо помнить, что Андрей Крестов из Донецка пришлось ему уехать из города. Живет он сейчас в Запорожье, выступает за Запорожье. И, невзирая на большие проблемы в жизни, Андрей Крестов блестящий проводит год, просто блестящий. В Украине появился еще один очень сильный игрок. Воспитание, кстати, Владимира Перкуна и Александра Бойко. Если вы смотрели трансляцию между матчами, видели, что разминал Андрея, готовил его к матчу Владимир Перкун. Кстати, Перкун и Бойко будут играть на этом турнире, но уже в числе сеянных со следующего круга. Возможно, кого-то из них мы покажем в следующем матче. Пока я вам рассказывал о выступлении Андрея Крестова в этом году. У нас в самом разгаре партия. Сложная позиция. Практически еще нет подбоя. Пытаются играть сложные шары соперники. Но пока не все получается. И счет в партии 2-1 по шарам. И вот после ошибки Максима Каленко Андрей Крестов имеет хороший шанс сыграть большую серию. Возможно, и закончить партию. Андрею Крестову 17 лет. Максиму Каленко 20. И в совсем недавнем прошлом тоже он был одним из подающих надежды. Одним из лучших венера Украины. Но, как на мой взгляд, не раскрылся Максим. Ему уже 20 лет. Никаких побед серьезных нету. Никаких достижений. Как известно, так бывает часто и со многими. Надеемся, что эта участь не ждет Андрея Крестова. Он действительно вырослит из серьезного игрока. И Крестов, и Каленко начали со второго круга квалификацию. И выиграли Андрею с одинаковым счетом 5-2. Андрей победил Кирилла Устича, которого мы сегодня показывали в первом матче. Максим Каленко выиграл у Антона Коса, своего старого знакомого, с которым они, в принципе, выросли вместе, именно в этом клубе, в котором мы сейчас находимся, клуб Буфало. Уверенно ведет серию Крестов. 5-1. И промах. Листов, 5-1. Ну вот как раз именно на премьер-лиге Буфало первый раз, я думаю, стал известен Андрей Крестов. Полтора года назад, еще тогда в Донецке, еще в том довоенном Донецке проводили мы турнир премьер-лиги Буфало, и Андрей провел очень хороший матч с Александром Баламарем. Проиграл, но запомнился. Запомнился хорошей игрой. Ну а сейчас, после ошибки Крестова, пытается эту партию спасти Максим. В принципе, позиция неплохая. Прямо сейчас чужой в угол направо, в дальний угол. И промах. Промах Максима. Каленка 4-5. Заправь рубашку. Вы слышали Сергея Бойко высказывания. Просит он заправить рубашку. Очевидно, Максима. Промах. Промах, сложная позиция. Приходится на трудные удары идти соперникам. Сейчас ошибается Андрей. Ну, Сергей Петраш во время комментирования прошлого матча Я, в принципе, подробно объяснил. И для телезрителей, которые, может, не так часто смотрят бильярд, с чем связаны ошибки постоянные при игре своих шаров. Новое сукно постелено на стол перед турниром. А новое сукно – это всегда более быстрое сукно. Не очень привычное для игроков, которые в клубах обычно тренируются. Не совсем на новом сукне. Здесь своя специфика. Как говорится, поймать свояк нужно еще уметь. Не каждому не сразу это удается. В связи с этим вспоминается история из Снукера. Несколько лет назад Джейми Вайт готовился к чемпионату мира. И каждые два дня менял сукно на своем тренировочном столе для того, чтобы полностью создавать условия, в которых играется чемпионат мира. Это к вопросу о том, какое большое значение имеет сукно, его состояние, новое, старое сукно. В первую очередь для сыгрывания своих шаров. И вот уже мы третий матч подряд наблюдаем, как игрокам крайне трудно приноровиться к такому, к свойствам покрытий. Свояки не идут повсеместно у всех, от 12-летнего Андрея Тихова до чемпионов мира. Также для наших телезрителей скажу, что сегодня у нас еще, скорее для наших интернет-зрителей, скажу, что у нас сегодня еще один матч в эфире будет. По окончанию этой встречи мы покажем один из поединков в 1-8 финала. Отлично сейчас забивает Андрей. Ну, я думаю, кто первый приноровиться к столу, достаточно строгий стол, строгие лузы, приноровиться к новому сукну, тот и будет иметь перевес. В связи с этим, да, важная первая партия. Нет, нет, нет. И подбой делает шаров сейчас Андрей. Ну, один шар. Похоже, еще повезло. Один шар сошел с игры. Вот хочется, да, сейчас уйти. 6-6. Увидеть стол. Ну, есть, конечно. Конечно, свояк есть. В ближнюю главную лузу сейчас у Максима смотрим. Насколько он уже приноровился к суклу. Может показать этот удар, важнейший удар. Точен, точен коленка. Не коснувшись даже убок, упал шар. Коленка и 7 шаров. И 7 шаров объявляет судья. Вот сейчас на наших экранах как раз Владимир Перкун. Наблюдает он за игрой человека, Андрей, которому он помогал. Которого тренировал. А Максим выигрывает первую партию. Я напоминаю, что это X-Sport Cup, кубок телеканала X-Sport под флагом премьер-лиги Буфало. Игра пирамида по правилам Буфало. Турнир с участием сильнейших бильярдистов Украины. Многие из которых являются чемпионами мира, Европы. Победителями юношеских соревнований. И вторая партия. Если коленка первый разбивал тактически, пассивно, то Андрей на атаку. На атаку пирамида разбита. И вот этот шар, конечно, совсем ему не надо. Прикатывается в лузу. И сейчас должна быть большая серия от коленка. Вот перекат, борт. Можешь один сделать два борта, где может перекат сделать. То есть не обсунется? Нет, не просто борт, перекат, борт и борт. А два борта и перекат. То есть одним в сторону. И вот такое ощущение, что сейчас слышу по разговору, уточняя детали правил у судьи Андрея Крестов. И мне кажется, что в следующий раз бой Крестова будет как раз тактическим. Но не идут. Я думаю, те, кто смотрит нас сегодня с первой встречи, отметили, что не идут разбои. Ни одного разбоя не было забито в матче Новосад-Тихий у Кустича. Со сочняком, по-моему, один или два разбоя. Это все, я думаю. Причиной такого низкого, низкой результативности с разбоя служит новое сукно. И будет интересно посмотреть уже на второй день, на третий. Третий день, напомню, у нас финальный, когда будут сильные игроки, звезды. Уже приноровятся они к этому сукну. Я думаю, мы увидим совсем другие результаты, в том числе по разбою. Ну а сейчас таким, конечно, сверхактивным разбоем Андрей фактически подарил партию Максиму. По идее, не должно возникнуть проблему колен, как с собиранием восьми шаров с кия. 2-0 будет в матче до пяти побед. Достаточно уже серьезный перевес. Шар за шаром, 5-0. 2-0. Да, все идет к тому, что партия с кия. Шесть шаров. И вот мы видим случайный шар 2-0. Вообще еще встреча 2-0 коленка. Третья партия. Коленка вновь выполняет тактический разбой. Промах. Был сейчас шанс у Андрея. А вот такая ошибка. Но еще везет. Везет сейчас, безусловно, Клистову. Потому что шар этот, застрявший бы в лузе, с очень большой вероятностью, означал бы партию в пользу коленка. А тут и так, в принципе, хорошего мало для Андрея. Стоит подставка на середину. Еще вторая подставка в угол. Я думаю, прикончила бы его шансы в этой партии. Но мы можем оценить разницу в правилах. И заказная игра или нет. Была бы игра обычная, по обычным правилам. Свободная пирамида. После этого дурака Андрей бы сейчас просто сложил. Легко и непринужденно партию с кия. Фактически после своей ошибки. А так, после его ошибки, как и положено, преимущество получается соперник. Ну, что касается отыгрыша, то я думаю, в финальной части мы увидим немножко другое отношение к начальному удару. Там уже будут игроки, которые специально тренируют. Позиционный тактический отыгрыш. Точно знают, куда должен прийти биток после удара. Ой-ой-ой. Ну, это, наверное, самое худшее, что может случиться с игроком в пирамиду. Это подбой. Это, вернее, это не забитый шар с подбоем. Каленка, Дрено. Я бы сказал, даже не подбой, а разнос. Разнос пирамиды. Куча шаров становится на игру для Андрея. Собирался он бить в угол. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки надо начинать с самого простого шара. На середину. Вот как раз этот шар, который сейчас возле киа Андрея, там просто стоит шар намного проще. Ну, выбирает на угол и тянет на середину. Я думаю, что сделано это для того, чтобы сейчас практически прямой шар играть в середину и оставлять. Ну, а всем любителям бильярда, любителям слукера, в первую очередь, кто смотрит нашу трансляцию, напомню, что сегодня 5 декабря. 39 лет Рунио Саливану, который вчера поздравил самого себя с днем рождения, сыграв 13-й сенчери в истории. 13-й, прошу прощения, максимальный брейк в своей карьере. Дмитрий Осипенко из Запорожья, тоже, как и Евгений Новосатый, экспулист, первым прошел квалификацию. Выиграл у Сергея, у Вячеслава Козмуляка, Сергея Тсилыка и Игоря Ильи Сальникова. Три победы, и первым прошел квалификацию. А у нас, мы видим, ошибается сейчас Андрей. Ну, конечно, обидно. В той позиции, которая ему досталась после удара Коленко, должен был Клистов собирать партию с Киявом. 3-3. Ошибок достаточно. В квалификации играет 51 человек со многих украинских городов. Луганск, Киев, Николаев, Запорожье, Никополь, Бердянск, Днепр, Дзержинск, Донецк. Термоград, Львов, Николаев, Одесса, Тернополь, Винница, Чернигов, Черновцы. Достаточно давно в Украине не проводилось крупных турниров. Соскучились игроки и 59 участников, включая тех, кто начнет с финальной стадии. Довольно неплохое количество. И также напоминаю, что после нескольких лет целенаправленной и планомерной работы в премьер-лейке Буффало, в бильярдной фабрике Буффало, удалось все-таки вывести бильярд на телевидение. То есть задача, которая изначально ставилась, это создать качественный продукт, который будет интересен телевидению. И вроде бы все получилось. Канал «Экспорт» заинтересовался бильярдом. И сегодня мы видим результат этой заинтересованности, результат многолетней работы. Напомню, фабрика Буффало проводит турниры с 2009 года. А уже с 2011, в 2011 была создана премьер-лига Буффало. И вот в конце 2004 года своего существования только премьер-лига вышла на телевизор, выполнив свою изначальную задачу. Есть большие планы на следующий год. Но дай бог, чтобы они сбылись. Не хочу загадывать, но... Есть все-таки надежда, что все будет нормально, все будет интересно. Хороший шар сейчас забивает Андрей. Все-таки именно Клистов перехватил инициативу в этой партии, в которой уже, наверное, по два раза ошиблись соперники. Нет, 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 еще раз нет. Свояки не идут. Свояки не идут. И смотрим, куда катится шар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Максимально плохо стал шар сейчас для Андрея. И в этой партии, как на качелях, в очередной раз сейчас качнулась вся игра в пользу Максима. Напомню, 2-0 он вибрит. А 3-0 в матче до 5-ти победа. Это уже слишком большая фора, конечно. Не очень хочет предоставлять ее своему сопернику Андрей. Но пока, играя вот далека от чемпионской, напомню, Клистов в этом году выиграл чемпионат мира среди юниоров, чемпионат Украины среди взрослых и 2 чемпионата Украины среди юношей. Также был третьим еще на одном чемпионате мира среди юношей. Живущий ныне в Запорожье, выходец из Донецка. Коленка 5-6. Максим из хорошей позиции забивает всего один шар. Не знаю, как по мне, просто недопустимо мало. Своего бьет Андрей мимо. Да, тема свояков развивается все больше. Говорили мы немало о том, что не могут поймать на этом быстром сутре свояков. Новосад с Тихим и продолжается та же вся история в матче. Коленка-Клистов. Но вот чужой легко сыгрывает Максим. Сравнивает счет в партии. И выходит под Свояка. Но Свояк на этот раз простой. Я не думаю, что если он его не забьет, можно будет говорить о сукне. Да, забивает. Коленка 7 шаров. Ну, похоже, еще поиграем мы в этой партии. Потому что два бортовых шара, хотя... Да, отыгрался сейчас Максим. А вот, наверное, да, все-таки он попал в зону лузы. Потому что в противном случае был бы штраф. Напоминаю еще раз. Перекат два борта. Правила отыгрыша. Но если биток посылается в зону средней лузы, то достаточно только одного борта. Молодец, Андрей. Хорошего чужого сыгрывает. 7-7. Ну, теперь задача правильно отыграться. Один шар на борт. Второй ближе к центру стола. Похоже, все очень... Очень даже нормально получилось у Андрея. Игры нет. И Максим отыгрывается. Ну, наш старый знакомый Евгений Новосад. Матч, которого мы наблюдали перед этим. Также прошел квалификацию со счетом 5-2. Победил он Анатолий Аминюка. Так, Новосад и Осипенко. Два победителя квалификации. Пока. А у нас третья партия есть. Как говорил Сергей Петрович. Самая интересная. Борьба в последнем шаре. На две лузы сейчас играл Андрей. Промах. Ну, что можно сказать. Безусловно, возможная игра. Причем игра как в одну, так и в другую лузу. По диагонали. Но удары сложные. Хотя я почти не сомневаюсь, что Максим будет атаковать. Так и есть. Почти. Почти попал. Очень был близок сейчас к тому, чтобы забрать эту партию. Но луза чуть фактически выплюнула шарп из удара Максима. Отыгрывается клестов. И вот сейчас... Нет, 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 нет. Мы видим, как сейчас смотрел Андрей с надеждой на этот шар. Но не докатился он до борта. Получился в результате отыгрыш. Перекат-борт. Вместо требуемых по правилам перекат два борта. Это штраф. Напомню, на Премьер-лиге Буффало мы играем штраф с полки на стол, а не по спортивным со стола на полку. И выставляет шар Андрей. Шесть, семь. И есть шанс сейчас у Максима своя в угол. Нет, 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 нет. И на середину неприятно для коленка катится шар. Не знаю, не могу сказать, что совсем все обошлось, но... Подставок нет точно. И легких шаров то же самое. Отличный сейчас с борта. Очень сложный шар. Играл Крестов. Молодец. Молодец. Непростой шар, в непростой момент забил. И самое интересное, что даже выход сделал. Ну что, резко вполне удобная. В ту же лузу. Молодец. Партия. Молодец Крестов. 8-7-2-1. Встречи 2-1 коленка. Очень важную, очень сложную партию вытащил. Сейчас Андрей Крестов. Борьба продолжается. Борьба продолжается. Предполагал я, что в следующей партии попробует Крестов. Тактический разбой, но нет. Вновь активный, вновь неудачный. Борьба продолжается. Борьба продолжается. Разбой. Борьба. Борьба. эта игра тем больше предпочитает тактический разбой и вот мы видим несколько партий свидетельство этого особенно когда на новом сукне не идет активный разбой практически никто не может попасть с начального удара в лузу переходить на тактический разбой вести борьбу тактическом ключи они отдавать партию соперников похоже сейчас делает андрей ну уверенно разбирается с позицией в принципе уже все сделано осталось довести дело до победы сыграть 3 далеко не самых сложных шесть на прокате выходит под седьмой рынка 7 шаров нет длинного борта оставляет на игре хотя здесь уже удар не самый простой далеко стоит шар от угловой лузы но похоже именно сюда будет бить максим напомню одна партия у него русские я была есть и вторая 380 коленка не хочет крестов перерыв еще встречи 3 1 коленка нет смотрю сидит андрей не будет он брать пока перерыв пока не будет и сейчас разбой максима коленка и скорее всего это будет позиционный разбой по крайней мере именно так в предыдущих двух партиях разбивал максим а а а а а и мы напоминаем что смотрим турнир пикс кап экспорт конечно же прошу прощения экспорт кап бильярдный турнир телевизионного канала экспорт я и премьер лиги буфала находимся мы сейчас в бильярдном клубе буфала на метро харьковская улица римского 46 и приглашаем киевлян любители бильярда приехали в этот уютный клуб и посмотреть за игрой ведущих бильярдистов украины а а а а а а а и и вот сейчас нюанс правил одним шаром сделал сейчас андрей перекат борт второй довел до борта это тоже правильный вот игры шленка штраф а вот коленка сейчас штрафуется в зону лузон не попал перекат не сделал это штраф минус один у максима и для победы в этой парке нужно будет забивать уже 9 ну что а мы видим еще один интересный момент андрей предложил про продолжать предложил продолжать такой вариант тоже возможен после штрафа соперника всегда есть возможность отдать позицию что андрей сделал и похоже показался прав наиграл пару в середину направо для стола максим точно что сар под боем под бой будет и замечательно становится на игру ну скажем так для замечательной еще бы пару сантиметров но вполне не игровой шар мы видим что происходит а происходит обычный обычная принципе ситуация для таких ударов листов 2 минус 1 на тихом ударе скатка и застарьет шар в лузе и теперь максим ошибается ошибается сейчас коленка 2-0 выставляется штраф штраф погашен о чем сообщает судья но шар похоже на борт лег и наверно в эту лузу серия заканчивается до содержательная напряженная партия мы видим взаимные ошибки уже по одному разу складывалась позиция такая что могли закончить партию сначала андрей потом максим на оба промахнулись и при счете всего-навсего 2-0 у нас продолжается борьба в пятой партии а вот сейчас немножко удивился и по замаху и по стилю игры почти был уверен что максим коленка будет атаковать но предпочел отыграться может быть понимает что далеко не лучшем состоянии сейчас оба не показывают свою лучшую игру хотя максим партии ски я сложил параллельно у нас идет еще шесть матчей и два закона верни еще пять едва закончились как я сказал новосатая сипенко вышли в 1 8 финала не знаю ждал этого матча такой очень быстро перестрелки очень активная несколько по другому сценарию проходит матч все-таки затягивается несколько таких затяжных сложных партий уже было на чужого на сложного чужого бросается андрей и как же точно сыгрывает еще и продолжение если просто молодец временами высокого уровня игру демонстрирует андрей видно что все в порядке у него с техникой ну просто просто прекрасный сейчас выход я не понимаю почему не аблокируют зрители заслуживает этот удар самой хорошей оценки реализовал нет обошел так по ромбу шар сейчас пирамиду подбоя нет еще я думаю поборется хочется сейчас увидеть стол на предмет того если там свояк в дальний угол но андрей похоже даже в ту сторону не смотрит до слишком близко к борту и слишком далеко от луза стоит шар чтобы всерьез разматривать игру с века а а вот играешь сейчас 150 неудачно отыгрался андрей связан это с тем что поймал шар кубку получился непредсказуемый отскок и на игру никак не хочет пирамиды рассыпаться теперь уже после удара коленка биток несколько раз я обмянул или не даже не биток это как раз был был сыгран свояк был прицельный шар а теперь свой пару ударов назад андрей отказался от этого от этого удара но тогда просто не было удобного шара которым сыграть свояк максим сыграл но как практически все свои какие в этом матче промах коленка 15 очередной свояк мимо лузы сейчас похоже просто так не обойдется это для клестова выкатывается на игру выкатывается на игру шар и на этот раз подбой наконец-то подбитая это это пирамида вернее то что от нее осталось становится пара в среднюю лузу налево и наверное сейчас через эту лузу будет разыгрывать коленка лузу буквально в два удара сделал все коленка создал себе позицию теперь очень несложно реализация все идет к тому что сейчас они 41 он вижу сидит пайл родионов он тоже будет участвовать в турнире в качестве приглашенного родионов торновецкий талов пивченко бойко косогов пиркун присоединяться к восьмерке победителей квалификационного турнира новосатая сипенко пока прошли квалификацию еще одна путевка разыгрывается именно в этом матче коленка 7 в котором максим коленка близок тому чтобы выиграть четвертую партию же у андрея крестова несложный скажем так вообще абсолютно чужой 418 5 коленка и не берет общий счет встречи 41 колен не берет листов перерыв но не знаю даже по какой причине и в принципе есть в зале ребята опытные кому кто может подсказать что наверное надо бы отдохнуть но нет клестов будет играть более того его разбой ну что интрига сможет ли он сейчас забить с разбоя какой разбой будет делать не знаю на мой взгляд совершенно сейчас не имеет смысла андрею разбивать активно две партии 22 активных разбой уже завершились двумя сериями по 8 шаров от соперника но похоже судя по тому как ставить шар все-таки будет активно играть от последнего шара в пирамиде бьет листов от предпоследней точно наконец-то разбой в лузе и рис которым я думаю являлся активный разбой при таком счете и такой истории предыдущих разбоев все-таки оправдался шар накатывается на лузу у андрея все все шансы которые упускать уже нельзя сыграть эту партию ски я а 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 мы видим что происходит все таки тот шар который докатился на лузу не так он уж пристал 2 0 на и на игре стоял прислонился чуть-чуть к борту плюс дальним ударом бил андрей и не справился обидно обидно забил наконец-то с разбоя с третьим с третьей попытки получил отличную позицию но промахнулся и теперь результаты достаются сопернику а к нам присоединяется наконец-то всеми нами долгожданный сергей петраш сережа как сыграл а а а а по промаху подряд с его стороны из моей в открытой позиции когда уже надо было заканчивать партию вот ну в конце концов с третьего раза я уже реализовал позицию 41 и следующая такая техническая партия 5-1 выиграл на ну что поздравляем сергей петраша который уже вторую победу сегодня одержал на турнире и вышел прошел квалификацию вышел в одну восьмую финала сергей сегодня предстоит еще один матч с кем-то из восьмерки сеяны коленка 1 2 да сейчас мы ожидаем когда кончатся матчи последние квалификации и произойдет жеребьевка и узнаем кто с кем будет играть кто попадет на тарновецкая кто попадет на певченко и ради как которого матч это опять нас покинешь но на самом деле сейчас пару слов сергей что ты вошел в курс дела идет у нас шестая партия в предыдущих крестов два раза разбивал активно это заканчивалось тем что коленка забивал восемь ския в этой партии наконец с третьего раза третьего активного разбой андрей забил промахнулся после двух шаров вот это как раз та тема а потом про промахнулся и коленка и вот сейчас крестов должен фактически должен закончить по идее партию крестов семь шаров ну игра скажем сейчас продолжение этой темы что значит разбой и как себя человек чувствует свободную пирамиду когда забивает или когда не забивает изумительный чужой прямо выстрелил через стол или как рисунок когда человек не забивает а вот вопрос коленка как свою тактику он разбивал на лузу или значит сейчас тебе скажу точно в первой партии коленка разбил все три пар все три разбоя коленка были пассивными ну вот то чего и ожидалось ну а по счету 2-1 на разбой клестова в пользу коленка и 2-1 в пользу коленка на разбой коленка но вряд ли конечно стоило перед матчем стоит строить такую стратегию делать ставку на активный разбой все таки можно было пробовать конечно где-то в начале если не забил сразу перестраиваться и уходить уже в игру тем более преимуществом как фаворита в этом матче явно было на стороне клестова то есть психологически коленка было бы очень тяжело играть сейчас 4-2 и обязательных три партии теперь нужно выигрывать клестова для того чтобы вытянуть матч я бы не говорил что клестов явный фаворит матч до пяти побед тем более с коленком в клубе в котором он очень много лет тренировался не 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 я сказал психологически я не сказал что мы знаем что коленка очень хорошо играет но тем не менее не тяжело бороться с человеком о котором ты знаешь что он сейчас стал чемпионом украины и чемпионом мира по юношам то есть все таки вот это давит однозначно на соперника ну да то есть ты знаешь что соперник действительно в хорошей форме ну кстати Сергей продолжается та же история что в прошлых матчах свояки не идут абсолютно то есть прекрасные чужие вот мы видели прошлую партию крестов забил просто шикарный чужой закончил но насчет свояков и у одного и другого вообще просто не идут здесь игроки сейчас обкатают стол я уже думаю к завтрашнему дню сукно немножко под износится вот и игроки игроки прииграются поэтому уже четверть финала и полуфинала я думаю в принципе так всегда у нас на турнирах и происходит что самые качественные четверть финала и полуфинала иногда даже финал не получается потому что кто-то захватывает сразу инициативу и доводит ее до логического завершения ну да ну финалы это как бы известная тема что полуфиналы лучшие матчи а в финалах не получается вот хороший пример сейчас коленка Максим который мы знаем что он все-таки проповедует больше агрессивный бильярд но он смог перестроиться все свои разбой тактически вот кстати этот разбой тоже мы видели он тактически разбил и играет выигрывает позицию давит уже на свою соперника тем более счет позволяет сейчас как минимум эту партию свободно себя чувствовать если конечно Клистову удастся счет вытянуть на 4 и 3 тогда да вот свой снова продолжение темы Руслана что они идут ну и свой нелегкий был поэтому говорить только что это из-за сукна нельзя хорошая позиция шары шары закрыты но тем не менее шар в середину есть и есть еще шар с которым можно что-то придумать нет просто играет на нижнюю может быть на угол даже пытается нет просто просто игра по лузе не больше не знаю учитывая такой сильный винт ушел шар назад что-то хотел наверное на среднюю сделать выход нет нет там не выходил ни на то вот такая грубая помарка не рассчитал разверт тем не менее тяжело сейчас будет практически практически с борта играть такого чужого но будет играть и мне кажется что забьет да отличный удар хотел подбить пирамиду ну чужие здорово сейчас играет Клистову действительно здорово в принципе как и Максим а вот со свояками пока никак в эту игру очень важный элемент это находить подбитие пирамиды то есть не просто забивать шар то есть кто первый для себя откроет позицию и забьет при этом тот и имеет очень сильное преимущество я играл сейчас с казачьих вот и у нас была такая партия где мы неоднократно забивали шары пытались подбить пирамиду но не могли попасть все она находилась в такой закрытой форме а вот сейчас играл конечно больше чужого Максим но прямо падающий шар упал и он засчитан свояк в угол Максим в этой сложной партии выходит вперед вот а сейчас так понимаю это был отыгрыш да через зону луза пытался отыграться я скажу что и два борта было желтым и белый перешел поэтому это был и отыгрыш правильный но тем не менее была и зона луза вот кстати надо добавить что здесь можно сделать одним шаром перекат середины а другим сделать два порта то есть два два элемента на разных шарах а тем временем у нас определился еще один победитель квалификации Иван Пасько игрок из Днепродзержинска обыграл в решающий матч Владимира Коткова из Донецкой четыре человека у нас уже известны победители квалификации Сергей Петруш Евгений Новосад Дмитрий Осипенко и Иван Пасько и четыре матча тот за которым мы наблюдаем и еще три пока продолжаются вот будет интересно узнать я так понимаю Осипенко Новосад и я мы были посеяны а Пасько это Пасько не был посеян то есть вот можно сказать что один из четырех человек который на общих условиях квалификации участвовал да кого он выбил из посеянных Стольникова Белецкого и Коткова я так понимаю это Белецкий был да Белецкий был пассеян да Дмитрий больше профилируется в московскую пирамиду комбинированную в общем в игру одним шаром поэтому американка для него где главным основополагающим шаром является чужой не очень удобно ну вот этот матч проходит все-таки немножко вот я уже говорил в другом ключе чем я думал все-таки мне казалось будет более активный матч более атакующий более серийный а у нас получается тактическая борьба причем во всех партиях которых разбивает Максим здесь еще надо брать расчет тактический разбой и позиционная борьба идет здесь надо брать в расчет то что эти два соперника знают о силе друг друга и уважительно относятся не рискуют понимают что одна ошибка и будет потеряна партия тем более я так понимаю это уже игра за выход в финальную часть безусловно конечно это добавляет третье напряжение и я так понимаю что это у нас играют два посеянных игрока да нет неправильно ты понимаешь сереже у нас хотя подожди сколько человек села сеяли 16 да да прошу прощения почему-то было восьмерки да совершенно верно клестов был посеян под девятым номером коленка под восьмым да получается у нас еще один игрок в любом случае выйдет из посева к чему это это к тому что о стабильности самой игры то есть мы на турнире надо объяснить наверное зрителям посеяли 16 игроков по рейтингу в квалификации а восьмерку первую восьмерку в рейтинге выделили и она уже ждет в финальной части вот тех людей кто пройдут квалификацию в квалификации вот 16 человек точно так же сеялись по сетке и мы сейчас смотрим оправдали ли они свое преимущество свой наигрыш в предыдущих турнирах ну и опыт все таки Евгений Новосад это вообще безусловно номер один можно сказать который играл в квалификации ну надо еще как бы сказать все таки что этот рейтинг отражает силу игроков может так весьма условно потому что последний турнир который входил в этот рейтинг проходил уже я бы сказал бы в прошлой жизни в июне 2013 года совершенно в другое время в другой стране можно сказать но тем не менее взяли мы этот рейтинг и в любом случае сильнейшие игроки украины практически все в топ восьмерки и начинают с приглашенных такие как Тарновецкий Пивченко Талов и так далее Родионов наша первая восьмерка уже в зале я практически всех видел она разминается на свободных столах нужно рассказ а вот мы уже в трансляции видели сейчас сидели на трибунах и Бойко и Перкун и Родионов нужно рассказать что у нас интересный момент Артур Пивченко возвращаясь с чемпионата мира в самолете ему сломали кий вот и он здесь с четырьмя киями которые ему дали на пробу вот ну и проследим как это отразится на его результате может быть в плюс а дали четыре кия те кто сломал ему кий вместо них дали четыре нет это Иван Иванович Ариванюк с города Луцка есть у нас такой знаменитый мастер в срочном порядке выслал четыре кия ему на испытания ну и вот какой-то один ему подошел кстати я могу сказать что кий мастеров и Ивана Ариванюка и его брат Алексея в настоящее время просто какой-то тренд пошел в Украине и не только в Украине Ариванюком стал играть Паламарь Ариванюком играет Пивченко Алексея кийом Алексея Ариванюка творит вообще что-то нереальное Сергей Крыжановский очередной свой очередной свой в исполнении Максима Каленко и очередной незабитый подставка Андрея Снова подтверждение Руслана Слов что свояки сегодня спортсменов не идут вот уже позиция поинтереснее сейчас чужой в угол но мне кажется игрок типа вот и твоего любимого Ярослава Яна Кура я знаю что ты большой поклонник мастерства Ярослава мне кажется на таких раскладах просто бы не играл бы свояки просто бы делал любые другие удары только бы не играл свояки как минимум как мы говорим сразу же бы отказывался от таких свояков которые бы вызывали у него сомнения играл бы простые какие-то близкие но через весь стол вот так с подборта уже к вопросу так называемом игровом интеллекте умение понимать что происходит быстро перестроиться к сожалению пока вот наши юные звезды не сильно показывают именно умение проанализировать происходящее быстро сделать выводы и практически в каждой партии продолжают бить и бить свояки которые продолжают продолжают не падать шар забит но небольшая ошибка все-таки хотел вывести шар к середине чтобы иметь продолжение шар по размеру прошел дальше позиция конечно сложная теперь может быть еще есть игра в середину но уже в любом случае это риск но красивейший удар я думаю все 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 до все зрители довольны так называемые штаны играл в в среднюю в среднюю бонусом упал ему чужой в дальний угол красивый очень эпизод и что-то мне подсказывает что потихоньку раскрывается клестово максиму мне кажется все таки немножко сник еще один шикарный удар несмотря на счет такой опасный очень для андрея рискну предположить что все таки именно он вытащит этот матч хорошо отметил начале то что все-таки клестов промахиваясь с разбой отдавал очень большое преимущество коленка при том что он заканчивал ския эти партии а сколько таких партий было таких партий было две да это большая фора учитывая что до пяти побед колоссальное влияние если так две партии под отдал листов теперь приходится догонять вытаскивать я уже думаю сейчас андрей что скорее всего вытащит эту партию очень быть интересно посмотреть за разбоем в седьмой партии за 8 партии что это будет но давайте нарушил стрим все-таки надо досмотреть эту партию здесь далеко еще коленка не вы не проиграла клестов не выиграл хотя вот такие моменты психологические в матче по моему если сложнейший шар будет вот как говорится партии он это сейчас будет раскрыты остальные шары те два шара стоят на хороших позициях в игре мне кажется это безумие и похоже я оказался прав просто сегодняшнее состояние игрока не говорит о том что он может забивать такие шары такой шар наверно все таки можно забить какому-то таком особом состоянии на сумасшедшем кураже но явная предыдущая игра не показывала готовность максима забивать такое и как следствие промах и все шансы все таки у андрея вытащить эту партию нет промах промах ну скажем так могли могло быть хуже да я о том как разошлись шары мог стать пока спокойно шар на подставку вот в кое-то веке падает свояк ну уж совсем было несложный конечно и что еще радует конечно сейчас коленка это пара которая сформировалась в среднюю правую лузу уверенно сыгрывает еще один свояк если бы сейчас шар остановился в районе середины был бы уже матч был бы уже матч закончен так немножко к листову сейчас повезло прошел банк середины вот может быть еще свой но потом позиция в любом случае закроется у нас уже нету перевода на дальнюю половину с тем шаром который на коротком борту стоит и как минимум или 76 сейчас будет тот огрыше ли 77 конечно интереснее чтоб сейчас был за шар забитый на 77 нет уже вот огрыше там отсюда видим что забить этот шар было практически невозможно такая полу ошибка все-таки игра есть через весь стол мы понимаем что если на него решится листов то это будет 43 тем не менее шар конечно опасный потому что лнк 6 7 уже будет вот игрушка более разумное решение не рисковать этой партии тоже с помаркой удар все-таки на эту позицию никак не рассчитывал выводить шар не помнись по марка сообщает ошибка достаточно грубая а это уже конечно сейчас еще упадет рост из просто но это да это может быть матч единственное положение которое затрудняет забитие через всю половину и на шар на коротком борту но постановка кстати по моему номер 13 жарда если я не ошибаюсь по моему да уже дает нам возможность судить о том что сейчас матч может быть закончен максим понимает все серьезность и сложно сейчас надо точку ставить именно здесь выигрывая комиссию квалификацию встречу со счетом 52 выиграл максим колен завершение был просто феноменальный удар с короткого борта упала два шара здесь вот поздравляем максим на максима коленка а